Доброго времени суток, уважаемый любитель шахмат! Снова мы на сайте Лечис и 5 задач по тактике. Так, в этой позиции мы играем за белых. И что получается? У нас не хватает качества, да? Качества не хватает, но обращает на себя внимание очень такое странное положение ферзя черных. Нельзя ли его тут поймать? Если сыграть ладья А3, вот такой ход сделать. Не ловится ли здесь ферзь? Ладья А3. Ферзь, ферзь, ферзь. Ну что, ферзь капут. Ферзь капут. То есть, непонятно, куда тут отступать совершенно. Казалось бы, доска здесь более-менее свободна, но ни одного хода я не вижу. Есть, конечно, какие-то контратаки, типа конь Д4, но это, мне кажется, не совсем то, да? То есть, я просто заберу и ничего не изменилось. То есть, конструкция не нарушилась. Поэтому, я думаю, что такой ход возможен. Да, ну тут, в принципе, задача несложная. Идем дальше. Так, тут кто-то вызывает. Не будем играть. Ферзь Д4. Ну, здесь явно какое-то противостояние ладьи и ферзя нужно использовать. Видимо, была защита каракан. Здесь классическая система, так. Как же у нас здесь белые могут поступить, да? Как-то хочется завлечь короля на черное поле, но в то же время замечаем, что вот здесь слон на Д6. Довольно незащищенная фигура. При этом еще и конь подвис вот здесь, да? У нас вот еще конь подвис, поэтому сразу так вроде бы и непонятно, как ходить. Но в то же время есть ход, например, слон С3. Да, вот такой слон С3, нападая на ферзя, защищая коня, вынуждая ферзя отходить на С5. Ну и здесь как-то надо еще раз на ферзя напасть, чтобы в конце концов выиграть слона на Д6. То есть, мне нравится такая последовательность. Слон С3, ферзь С5 и Б4. То есть, вот таким образом, я думаю, что тут можно справиться с черными. Но на самом деле, если конем отходить с Е5, то никакой инициативы не будет у белых. А вот слон С3 ход неплохой. Дело в том, что надо обязательно отходить ферзем именно на С5, потому что... Потому что так, да? Бить же на Е5 не будем. Ферзь за две фигуры, поэтому ферзь С5. Ну а после ферзь С5, Б4, точный ход, слон на С3 оказывается под защитой. То есть, пробуем так играть. Да, ну, понятно. Идем дальше. Вот, энд шпильного типа, разноцвет при ладьях. И в этой позиции, мне кажется, надо играть слон Ж5. То есть, на самом деле, тут задачки, конечно, после сайта ЧСКОМ на моем уровне, они кажутся элементарными. Слон Ж5. Ну, давайте посмотрим. Слон Ж5. Почему слон Ж5, а не слон Б6? Потому что будет ход король Е7, да? Защищая слона, я атакую ладью на Д6. Поэтому слон Ж5, не давая подойти там королю. Ну и что? Приходится отходить ладью, мы берем слона. Ну а если играть просто король Е8, мы бьем, он бьет. И там пешка аршит из входа партии. Поэтому слон Ж5. Ход верный. Так, ну тут с шаха мы берем. Проблем не должно быть никаких. Так, идем дальше. Дальше вот такая позиция. Тоже эншпиль, но уже игровой такой сложный эншпиль. Какая здесь у нас может быть идейка? В чем идейка может состоять? На самом деле фигуры белых такие не очень активные. Но вот тут слон на Ф2 немножко внедрился, да? Поймать его, наверное, не получается. А что же тогда получается? Если не получается. Какая тут может быть продуктивная идея? Я даже не знаю. Пешек поровну, да? У черных. А, хотя нет. Одна лишняя у белых. Но лишняя пешка это не то. Ну, по 5, да? Ход я не заметил сразу. Б5 мы можем поймать слона вот этого. И тогда получится тоже капут. То есть после Б5 никакого нападения нет ответного. Поэтому Б5 это ход. Я думаю, тот, который нам нужен. Да, ну, взял. И я тоже должен брать. Ух ты, смотрите. Тут еще не закончилась игра. Но на Д2, наверное, тоже брать надо. Тут, кстати, очень интересно, да? Там же еще слон Е3 ход есть. Поэтому вот в этой позиции, я думаю, что брать нужно. Но слон Д5 же играть мы не будем. Хотя слон Д5 ход интересный. То есть слон Д5 ход вполне возможный, чтобы перекрыть, да? А потом отскочить. То есть забрать королем, да? Но тогда конь Е3 будет. Нет. Мне кажется, все-таки ладья Д2, слон Е3. И в этой позиции хотя бы слон Д5, да? Ну, должно быть. Должно срастись, поэтому. Да, слон Е3. И в этой позиции надо думать. Или слон Д5, или может быть ладья Д1, да? Ладья Д1, конь Е4 еще наседают. И тут я фигуру проиграю. Потому что на самом-то деле здесь концентрация ударов серьезнейшая. Три удара от черных, две защиты от белых. И защитить на Д2 еще не получается. Поэтому ладья Д1 ход плохой. Слон Д5. Если он играет конь Д5, то мы бьем пешкой. Он бьет ладью. Я поставлю ладью на Д1. То есть, таким образом, я вот такого бесполезного слона с точки зрения защиты ладьи Д2 меняю на коня ходом слон Д5. А потом подключаю еще ладью. Да, это правильно. Давайте еще одну позицию. Я уже со счета сбился какой-то по номеру. Позиции не очень сложные. Пока что. Поэтому пока так. Так, значит, ферзь Ж5. Да, ферзь Ж5. И, кстати, есть ход неплохой конем. Чем бы нет. То есть, пойти можно конь Е3. Да, конь Е3 какой-то ход. Или конь Ж3. Ферзь Ж5. Ну, тут уже и глаза могут разбежаться. Так, если я конь Е3 пойду. То он заберет коня. Я забираю наш 7. Ну, да. В принципе, конь Е3 ход хороший. Ход конь Ж3 хуже. Потому что тогда он бьет ХЖ. И на взятие на Х7 бьет ладьей. Да, и в этой позиции, в принципе, у белых. Что у белых? Компенсация есть или нет? То есть, в этом положении у нас поровну. Я забираю наш Ж3. Забираю там. Ну, нет. Ну, какая тут компенсация. Еще и конь висит на Ж5. Поэтому я тут не знаю. Вот конь Е3 или конь Ж3. Конь Е3. Бьем пешкой. Забрал. Забрал. Непонятно, в чем разница. Конь Е3. Ну, а если ФЖ5, он бьет на Ж8. Король отошел. Ну, нет. Это, конечно, не то. Потому что, если король отойдет на поле Е7, то слон Ф6. Ход появляется. А если на Д7, то Ф7 и так далее. Поэтому явно ход конем. Но какой? Какой ход конем? То ли на Ж3, то ли на Е3. Пока непонятно. На Е3 бьет пешка. Бьем, бьем. Ну, получается две фигуры за Ферзя, да? Мы можем еще побить на Ж7. А если на Ж3, то бьем. Ну, да. С точки зрения сравнения этих двух ходов, все-таки конь Е3 лучше. Потому что ладья не вскрывается. Поэтому пробуем конь Е3. Посмотрим. Да. Бьем сюда. И что? Ну, бьем на Ж7. Да. Вот такая позиция. Но мне хочется проверить все-таки на честбейс вот это положение. А нет ли здесь просто какой-то двойственности, да? То есть тут, наверное, как-то можно повторить эту позицию, да? Ну, да. То есть я, получается, в этом положении возвращаюсь, да? Вот. И сейчас поставлю на честбейс. Итак, как мы видим, согласно движку комода 10, здесь полностью корректная задача. Дело в том, что ход конь Ж3, который я хотел было сделать, на самом деле даже проигрывает. Смотрите, АЖ, слон Х7 и слон Ф6. Такой неожиданный ход, который я не заметил сразу. Таким образом, белые спасают коня на Ж5, нападают на ферзя, ну и в случае ферзь Д7, что здесь ладья Х7, на самом деле у черных получается ферзь, но у белых за это ладья и две фигуры. Кроме того, король находится в очень опасном положении, мы однозначно тут выиграны за белых. Ну а после хода конь Е3, ну я больше интуитивно понял, чем расчетом, что ход верный, потому что ладья не открывается. Мы бьем на Х7, да, конь Х7, ну или же после слон Ф6, да, это, наверное, ход лучше. Вот такая получается позиция, но тут еще пока не все ясно, хотя ферзь Ф5, да? Если бы не ферзь Ф5, может еще белые как-то побарахтались бы, а после ферзи Ф5 у нас двойной удар на короля и на коня. Вот это была последняя пятая позиция, я и дальше буду пытаться проверять вот таким вот образом задачи, которые мне кажутся неясными. Надеюсь, что таких вот задач корректных будет подавляющее большинство. Спасибо за внимание и до свидания.